Викторич, дорогие товарищи, состоялось свободное, бурное обсуждение бюджета в первом чтении, его принятие. Это вселяет хорошую, позитивную составляющую, что мы будем более системно и дальше работать и ко второму, и к третьему чтению. Но думаю, что сегодня как раз назрела необходимость поговорить о том, что парламент должен себя тоже почувствовать более системным в этой большой необходимой для страны работе. Потому что бюджет с таким доходом, великую державу, Россию, которая сегодня видит свои глобальные интересы, из которой считаются все... И тот же Обама вчера заявлял, что да, это не регионально, это большая, великая держава. То есть вот в этом плане наши с вами 13,4 триллиона доходной части, как бы мы в любую оболочку их не заворачивали, они являются лишь маленькой толикой того, что те же Соединенные Штаты Америки тратят только на военный бюджет, то есть третью часть, а в 17 раз меньше, чем в целом представляется бюджет Соединенных Штатов Америки. И не двигаться в этом плане всерьез, а прозябать многие годы с этой доходной части, это беда для нашей страны. И не случайно системная аналитика показывает, что действительно этими бюджетами, которые сегодня предложены, не решаются главные вопросы ни в социальной сфере, ни в развитии экономики. И мы видим, несмотря на то, что даже ВВП растет в 18-19 год значительно достаточно, но доходную часть мы там не видим, чтобы это более системно, ну триллион, правда, добавляется, но опять это через инфляционные системы. И вот здесь, конечно, есть всем необходимость пересмотреть нашу работу. Мы вот активно работаем, особенно комитеты и бюджеты в первую очередь, вот на стадии, когда мы бюджет, как говорится, готовим к рассмотрению. Потом приняли, и надо прямо сказать, и забываем. Потом какие-то корректировки внести и прочее, прочее. А когда смотрим, что даже администраторы 86 доходной части бюджета, 30 из них вообще не имеют методик, а 60 из тех, которые имеют методики несовершенной, не отвечают постановлениям, то как же так можно прогнозировать ту доходную часть системно и правильно? Поэтому провисают у нас огромное количество денег и на таможне, провисают эти деньги и федеральная налоговая служба, 1,3 триллиона, поди плохо. Мы тут 20-30 миллиардов для села выбить никак не можем. А это же огромные куски, которые могут расшивать многие проблемы и в здравоохранении, и в образовании, и в экономике. Не случайно цифра 9,2 триллиона записана в ключе в том, что мы не добираем, мы не добираем эти 9,2 триллиона в финансовую систему бюджета, пусть не в федеральную, а в целом на 26 триллионов. Но это же очень приличная сумма, это очень приличная. Пусть даже мы 5 триллионов возьмем из этих 9,2, ни в коем случае, чтобы не задеть малый бизнес, слои бедное население, но это уже деньги. А если мы сюда добавим всю систему мер в борьбе с коррупцией, с этой растащиловкой, посмотрите на нашу уважаемую корпорацию. Мы считали, что это правильное явление создания корпорации, тут и план, тут и кооперация и так далее, и так далее. Но когда смотришь, что вот опять за 9 месяцев две только структуры, 5 миллиардов на 25 человек поделили дивидендов, там мы не можем найти для нищих копейки для пенсионеров, а почему-то, значит, эти налоги мы не будем трогать, чтобы вот эта часть все и дальше, как говорится, пировала и жировала. Это неправильный подход. Поэтому мы убеждены, что мы вместе должны выйти, как единые представители великой державы, на ту хорошую дорогу формирования бюджета развития, а не выживания. Мы многие здесь, депутаты, предложили эти законы. Не хочу еще раз об этом говорить. Внутренний резерв, да плюс дополнительный закон. Почему не работает закон о девшеризации? Почему он не работает? Ведь десятки триллионов вывезли. Но, значит, мы слабо работаем для того, чтобы обратный отток пошел. Я должен сказать, мы же макроэкономический показатель не выполняем, кроме, может быть, сейчас инфляции. Производительность труда, накопление основного капитала. То есть инвестиции в ВВП при всей корректировке снова они проседают. А если взять все то, что связано с благополучием, с ростом зарплаты и социальными другими проблемами, опять проседаем. То есть Компартия Российской Федерации еще и еще раз призывает всех депутатов к тому, чтобы мы с вами были инициаторами нового бюджета, развития его доходной части. И все вместе над этим поработали. Это первое, что нам хотелось бы сказать. И контроль должен быть и не только нашего структурного подразделения, счетной палаты. Они очень много делают за все эти годы. Выявляют одно, второе, третье, дают нам материалы, и эти материалы лежат без движения. На 5-7% не реализуются те страшные, как говорится, преступления и в использовании бюджета и так далее, и так далее. Куда это годится? Это никуда не годится. Здесь необходимо действовать нам более системно. Я не призываю к тому, чтобы мы проводили балансовые комиссии с нашими министерствами и ведомствами. Но когда слушаем на правительственную часть того или другого министра или на комитетах, давайте тогда мы также в регламенте посмотрим и поправим эти вещи. Давайте спрашивать, почему наши программы... Сегодня я посмотрел повнимательнее. Некоторые программы 2%, некоторые 30% выполнения идет. Это и фармацевтика, и авианика, это и судостроение. Особенно наши Дальний Восток, Калининград, Северный Кавказ и так далее, и так далее. То есть у нас с вами, уважаемые товарищи, в этом плане клондайк для совместных действий и в управлении ситуации. И я хотел бы особенно остановиться на проблемах агропромышленного комплекса. Сегодня здесь говорили, что у нас есть движение вперед. И это большая радость. При тех проблемах, которые сегодня есть на селе, 117 миллионов получить зернобобовых и кукурузы, это прилично. Это прилично. Это только мы в 78-м имели, 27-м, в 90-м такой же воловой сбор. Правда, другая была у нас, другой был ассортимент. Потому что сегодня многие в широком плане культуры перестали практически выращивать, в основном упор на пшеницу и кукурузу, что тоже не совсем правильно. Но движение есть. Но давайте посмотрим. Программа государственная, 300 должно быть миллиардов у нас с вами в 2017 году. Нам дают в 2016-м 204 секвестируют. И сейчас, говорят, мы оставим на уровне 2016-го года 214 миллиардов. 237 хотя бы надо оставить. Вчерашний разговор с Силуаном от нашей фракции мы просили. Потому что все под программы повисли. Финансово-кредитная нулевая. Технологическое и техническое перевооружение 5% оставили. Если взять инвестиционное развитие, аналогичные ситуации. Если взять выполнение под программы, связанной с производством молока, мяса, зерна, то же самое. Это что за ответ на эту динамику положительную, на этот адский труд крестьянский. Итак, крестьяне получают 50% сегодня от уровня заработной платы в целом по стране. Единственный отрасль, где есть динамика. Ну давайте мы к своему кормильцу относиться по-человечески. Потому что я не уверен. В постановлении написано правильные слова. Не ниже, но не ниже 359-го. 237 миллиардов. Тогда это еще кое-что. Потому что по-другому, уважаемые товарищи. Нам в аграрном секторе просто не решить те наметившиеся проблемы по импортозамещению. И те серьезные системы, которые сегодня позволяют хоть как-то перевооружить и защитить наши земельные ресурсы. Еще раз хотел бы пожелать всем депутатам в этом плане успеха. Нам необходимо с вами все сделать для того, чтобы сменить тот курс выживания на курс развития. И должна работать новая модель, модель социальной великой державы. Спасибо.